вот на нашем столе такое сокровище о я в окно увидал тебя сегодня же пятница хлеб принес еще она говорит нянела ты как да слава богу все нормально еще не это не надо больше ничего нет муки хватает муки бывает что-то там надо надо масло дать и она лишь у нас берет муку мы даем ей что остается от лагеря и пополам делим половина ей половина нам я на всю зиму пищет ну то есть зима это же немалое дело так вот сейчас я буду отнимать посмотри сколько лет нас кормит какие булочки сейчас мы посмотрим 8 из своей муки вообще чудо Анатолий считал 11 ровно 12 Какая радость у нас! Пятница это особый день Это она подсушивает сухари Вот они какие У нас там еще оставались Мы трое живем, Никита, Володя и я Они подсушенные где-то Там где-то она их в духовке или где сушит Нам как раз хватает Интересно, она узнает когда больше надо Она делает побольше И делает бесплатно Сколько лет уже работает Я говорю, для Господа хочу потребиться Мы не тратим никуда Крупа там что остается Это тоже нам картошка своя Вообще никуда нет О! Это вообще Тут что осталось Я даже не знаю куда высыпать Крошки Я люблю крошки Но это как раз крошки Мммм! 22 А теперь Чтобы хлеб не закис ножек острых это каждый раз мы разрезаем его решетка на там дрова сушатся ничего есть вертикально поставлю сейчас я его порежу показать люди у которых ничего нету стоят где-то голодная в сирии там ладно еще благодетели посылает им видно как разгружают там самолета контейнеры я вот был в америке и мне этот архиепископ мы с ним вместе у орлова жили никита феоктистовича это было в лос-анджелесе архиепископ антоний синкевич и он мне говорит америка это такая страна и у давно бы бог стер стер просто уничтожил за все что она делает вот этот везде войны там и проще расширять но она горит целыми кораблями везет у нее избыток всего есть и помогает и вот эта доброта и ее помощь спасает ее она остается где-то это он не говорил кто там кто-то там есть кто-то никита андреевич ну и как день прошел замечательно а что ты делал сегодня так и не расскажешь сразу ну и сразу сейчас у нас будет занятие по скайпу рассказывай что там у тебя сейчас покажу ты что-то делаю делаешь это на компьютере что-ли да а что ты там делаешь государственное задание а какое сейчас тут тайны то нету тайны тайна тайна в этом никакой нет нет о вот я все это положил чтобы проветрило посмотри валы как вот это черновые фрагменты вот таких много тут рисунка а что такое это есть такой участок в одном месте недалеко от барновола где люди работают по добыче золотоископаемых а это требуется золото как оно должно быть туда департамент их не нужно сдать это вот так вот да что получить разрешение на отработку этого участка сколько время потратил на это так это еще таких листов может это около месяца рисовался а это еще синяя река это река до это где золото добывают да а кому это нужно это бумага такая это для получения разрешения там же не сейчас нельзя просто прийти работать нужно было государство это фсб все курирует так кто его знает там а масоны это все курирует там ну может быть и так всего посмотри это вот сделала у нас сестра мы никогда не разрешаем чтобы уксусная эссенция добавлялась когда помидоры что никогда ничего одни помидоры обрабатывает банки там вот она смотри какая вообще даже не выскажешь а это у нас это володя написал тетя принесли из погреба все тут написано черемуха 2000 но это не я написал а кто писал от любовь николаевна скорее всего а любовь николаевна вот она какая вообще ммм чудесно это вообще удивительно это все бесплатно а почему отружящийся достоин пропитания вот почему находятся люди которые помогают с сахаром с сахаром и при том не просишь звонит мне без рук а павел федорович он это кафе имеет я сахар привез я сахар привез вот это у нас на визитке где батюшка крестит это он сделал интересный человек сам помогает разгрузили а черемуху мы наберем дети едят досыто обслугу надо обиходить это все с наших помидоров моя сестра Валентина Тихоновна сделала как то там она сок этот выжимает потом его там через мелкое сито железное такое очень хорошее и вот зиму так обходимся вот павел федорович приехал и рассказывает я говорю случай то какой был я говорю что ходят проверяют какие то там контроль какой то там не знаю даже как назвать это контроль ну подошли там у него вино и взяли осадок в вине ну а причем я говорит бутылки запечатанные я купил не положено штраф ну и говорит штраф а это которая с ним женщина то секретарь кто ходит говорит она пишет говорит там в той комнате а он зашел у меня все так осматривает грамота похвальная грамота детский православный трудовой лагерь поселка потеряевка безрукого Павла Федоровича за его помощь ежегодную мукой макаронами пряниками сахаром так вы что потеряевку знаете да и детскому лагерю помогаете ну вот грамоты выдали он вышел женщина которая пишет так ничего не пиши и дай сюда она уже сколько написала порвал и бросил вот отношение какое а то заочно они нас кто-то знают я к чему люди которые рядом то знают по слуху обо мне повинуются мне господь говорит как давид говорит и все но только говорит что-то вам налью за это не надо мы не за этим то я никогда не думал что тут встречу про них а вы откуда знаете откуда знаем я ездил вместе с начальником УВД края туда я все сам видел какие люди интересные это отзывы какие на другом месте наш приехал Андрей Устинов и где то что то неладно он там спятился или где спятился с ума спятится ему штраф надо дать начальник милиции а не начальник милиции а который там на дороге то и говорит и откуда вы такая деревенщина едете то нарушаете правила да я не заметил так деревня откуда ты откуда из Потеряевки говорит мама сказала из Потеряевки так вы можете и Лапкина знать он говорит а я его племянник он сын моей сестры Валентины Тихоновны так а там уже тоже что то ему штраф назначил ладно погаси ничего нету езжай да не нарушай впредь понимаете это что значит по слуху обо мне помянуется мне а эти которые не знают нападают ну я их обвинения слышу они это не обо мне говорят тщеславие там пиар я понятия не имею каждый день с утра до вечера наполнена вот сегодня принесли мы Бога будем благодарить Бога что у нас так все получилось посмотри посмотри сегодня только сейчас принесли уже все разрезано положили хлеб вот он какой лишь каждую булочку мы разрезали пополам вот она как была и она сейчас проветрится она не засохнет на три дня мы тут сидим то Надежда Васильевна еще придет поэтому нужно жить я сегодня ролик поставил у меня это Никита снял я подчинялся на улице он подошел снял надо жить интересно и красиво красиво с отдачей и Господь положит на сердце люди которые здесь всем встречаешься к нам относятся очень хорошо мы едем какое-то там глухомане там где-то Новокузнец или что-то ну и опять что-то как будто нарушили я не знаю я-то не за рулем сижу и вот милиция там стоит на стороне идти надо через какую-то как площадь я говорю идти да не надо ну как не надо надо пойти я свои документы у меня документы куда мы едем благословение там прочее это да это не поможет все штраф говорит и подходит он его начинает уже что-то милиционер там его пробивает где-то нарушение были так у вас уже второе нарушение нет говорит первое а это не про вас так я подхожу чего не сделал не так а вы кто такой да я с ним как ваххабиты с бородами это мы так и думали задержали ваххабитов эти взрывают то везде какие они я говорю мы верующие едем показываем документы о ладно езжайте не штрафа ничего нету были в страстках где во шукшин Василий Макарович то и вот выехали ну дорога холмами идет кончился уже этот где живут люди населенные пункты и а что кончилась деревня то они перенесли через два холма в степи буквально и получается это все еще деревня ну и скорость он прибавил это оказывается нельзя они там ждут вот хитрость какая ну явно дело что где деревня то кончилась ну и что то районный центр не Москва же ну и тут бы и показывает как деревья кончились они отнесли ее там где штраф точно так же пойти с тобой да не надо штрафуют и правда штрафуют и я опять подошел опять начинаю конючить перед ними стоять мы христиане мы ездим тут библиотеки были с дочерью его встречались сейчас с Ольгой Васильевной с Ольгой Васильевной знаете так тому ладно ничего не выписывай мы опять поехали а Игорь за рулем сидел да как я так нарушил я даже думал знака нигде нет и везде так в одном месте на нас жалоба была это тоже где то где то там около Умска что ли и задержали в библиотеке уже позвонили мы книги уже сдали и нас еще не отпускают и в это время приходит уголовный розыск начинает смотреть я ему книги показываю какие книги да а кого они свидетели югова нет мы православные православные это точно ну показываем грамота с собой написано вот у меня благодарность от московской патриархии вот от казачества вот благодарность от архиереев где мы книги отдали от священников Москва показывают там разные города оооо какое дело то вот давайте сфотографируемся представьте уголовный розыск по рукам до свидания и в одном месте было такое когда так сказали я после сказал какая беда ждет нас нам льготу дают где а думали баптисты там посадили значит баптистов посадить а православным по рукам какие же мы ну мы ничем не отвечаем от мира выходит то так я говорю мы кровью будем захлебываться вы же понимаете нас с кем сравниваете а их выделили их надо гнать а раз их гонят значит они божьи а нас еще будете гнать то вот почему так ну по делу вы знаете православие православие намного строже баптистов ты посчитай как подвязались пустынники как у нас пост какой какие а у них ничего не поставить креста и они врагами считаются за слово боже у нас библия здесь есть и вот где мы были везде такое отношение узнают где выходят были в австрии вена понравилось и там выходит он сам показывает там оставил работу в другом месте мы были в Германии карту разворачивают куда поехать показывают везде вот сейчас только получили я известие получил от Тарасия Пикаш он в кругосветных путешествиях там ездит ну моряком ну еще это был где-то он в Норвегии да только что сообщал в Африке были сейчас уже в Норвегии там ну через месяц и упал повредил позвонок позвонок лежал долго в больнице и сейчас только сообщает прибыл я дома аллилуйя дома приехал первый раз встретились узнали сейчас Библии получил наш Новый Завет Новый Завет трехтомник везде везде людям свидетельствуют у меня жена очень такая я от нее так радуще делаю чтобы деньги а сейчас пишет и жена говорит сейчас проповедует вот зазомбировал я ее там Одесса Одесса я узнал там книги ваши затребовали там Почаево сейчас разбирается разбирается против меня там профессор какой все знает оттуда с Почаева сообщает проходит уже два года нигде ничего нету да ничего и нету подыскивается Дворкин это травит Дворкин Д Д и С это почему-то на меня наплывают везде я начал с чего с хлеба то как Дещукарь говорит не трожь меня а то я так вильну и сам себя не найду где буду начинаем с того что благодарность благодарность за хлеб благодарность что Тарасию полегче прилетел из Норвегии он уже в Одессе и пишет вот давай-ка посмотрим что он пишет немножко хотя бы глянуть вот я сейчас только погляжу вот он Тарасия тебе это не видно да вот это мелко видно да добрался домой так еще что благодарю за молитву Господь послал на пути очень много добрых людей и в Норвегии и в Турции турки меня поразили своей заботой и добротой то есть не все ордогены то но верю в мире больше добрых и хороших людей вот это самое главное когда меня спрашивают что в вашей жизни самое великое я говорю то что я узнал как много у Бога добрых людей как вот отец Арсений когда он адмирал и видел эти добрые люди почему-то мне встретились и приняли самое активное счастье в моем деле у нас как-то была тут еврейка в общине но она не член общины ходила королева Фаина Соломоновна и она увидела что я об евреях там написал так когда Господь говорит ну о них как очень строго погибшие овцы Израиля пришел к своим свои не приняли я говорю такое впечатление что Бог ошибся что избрал именно это племя Авраама ну я избрал бы других каких-то как она взяла это вы так говорите я говорю я как бы ну все время протеетесь кого из пророков не гнали отцы ваши то что я против евреев сказал да вы антисемит такой а потом мне пишет антисемит да вы любого жида за поезд заткнете сейчас любого жида так пишет не еврея а жида а сама то кто она у нее сын там в Израиле а вот вы говорите там такой то банкир главный главный банкир Алтайского края то а он еврей то а вот если он узнает он помогать не будет я говорю так я ему книги в первую очередь отношу и он считает их считает считает и удивляется какой у вас талант еврей приехал ко мне сюда деньгами помогает евреи помогают мусульмане почему а когда путь человеку угоден господу я это говорю для тех кто к нам не расположен пересмотрите свое отношение нам не надо похвалы ну вы неправильно судите вот то сказали другое я там под старость растерял да под старость наоборот сочные плодовитые свежие каждый день показывает господь вот только начале посмотри во с крыши занес троих во племя хвостатая погляди какие ой мои хорошие вот они мы еще не тратим на кошек где-то берем достаем где-то у меня были собаки я держал уголовная розыста и тоже навадился где-то мясо продают крошки собираешь держать все это надо уметь в бедности красиво и интересно жить красавица вот это вот она мать вот этой вот а этот сын ее то есть это внук ее рыжая это белая а этот белый но 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 да как она любит до того хитрый вот эта кошонка такая коварная вот это вот раз да и ударит вот вот сегодня мы показали как мы вечер встречаемся что у нас посмотри часы идут идут стрелка то видать через полчаса уже занятия по скайпу Сергей пупков я вижу Никита ты тайно начинаешь что-то делать у меня а то ты батарейку ставил на часы я идут часы они не шли и вот двое часов эти часы они там видимо не совсем были хорошие я пришел в магазин они меня знают и мне вот здесь красный магазин Исаев директор то надавали часов некондиционные обувь ребятишек одеваем приехал сюда а мы сидим за столом занятия идут он так только зашел в ограду то а что у вас тут за дом такой я говорю а что да тут такая аура положительная аура я говорю у нас ауры нет а вы все не чувствуете я говорю у нас всегда светло ооо да кто вы такие то да кто кому вы помогаете уже пять лет мы христиане я веду занятия в университете техническом пришел ректор доктор там такие звания академик Владимир значит Васильевич и вот побыл он у нас Евстигнеев выходит оттуда а что у вас за люди такие это отсюда краевая администрация вот эти двое сидят из ФСБ вот это от нашего района вот тут городская администрация открытые двери для всех то какие люди а вы видите как у них лица светятся ну 21 тысяча у него студентов и он нас выделил нашу аудиторию 410 корпус В Владимир Метров Алтайский государственный технический университет а как так вы еще не видите да мы привыкли Василия это Владимир Васильевич мы уже не замещаем это особые люди прямо свет излучается так мы же Слово Божие считаем свет излучается который ходит не нашего круга даже а то мрак бесы там кого-то не выдумывайте бесы там которые их видят а мы их не видим люди чужие к нам приходят и с первой минуты замечают что у нас что-то не то почему не то Богу доверяемся это вера православная миру явленная вот мы еще начали это здесь покажи здесь это вот книги наши которые выше начни вот отсюда с краю покажи и вот рассылаем по всему миру но это который больше всего спросом пользуется Новый Завет для Слово Божие а не то есть кислено православие но это 30 томов вот они идут прямо все покажи а это Евангелие четверо Евангелия 4 пачки лежит вот такая полка это иконы я прикрываю от голубей вот они иконы чтобы не садились голуби летают и закрыто все вот оно все иконы я закрываю специально потому что маленьких я увез уже туда а эти еще здесь вот оно где тебя ну-ка посвети то что они там делают уже вечер где он вот он отец сидит а она на голубятах вон она маленькая ее видать она поменьше его они у ней маленькие ну еще сидишь ты ну-ка можно пощупать тебя ну-ка ну-ка о-о-о-о ой да еще понятно понятно нет 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 ничего это твоя каноническая территория о во славу боже все смотри моя красота какие у меня кошки чудесны Смотреть одно удовольствие Все Сейчас готовимся Будем звонки от Сергея Принимать и начнем Сегодня у меня дополнительное Что утром мы ставили Я уже поставил Посмотри Какие Вот оно где О голубях летающих и ползающих Спарта в природе Вот поставил только 71 просмотр Вот это научиться жить в бедности Утром ты снимал меня И красиво Не роптать Сегодня 25 число Давай-ка откроем Уже 152 человека Зашли Это 152 Сколько? 5 часов назад Значит людям интересен Это будет А то ты снимал Геннадий Тихонович Что-то зашиваете себе Стопаете Электричество Несколько дней уже не дают Днем Но время свободное Вышел Ветер дует Везде Поискал такой закуток Маленький Вот видишь У меня тут скворечники Голубятня Куда голубям садить Ну и решил Название Какое Ааа Жена-то видит Да ну Понятно Как мы живем Красиво Все на этом Слава Христу Надо убрать Слава Христу